Максим Кембель Какая повестка 76 лет Великой Победе Бавруйск масштабно встретит 9 мая Праздник самый лучший Мы вспоминаем своих родных, своих близких Куда сходить? Крылатые качели Городской парк открыл новый сезон Я уже сам катался И как тебе? Супер Что почем А также Многодетный сотрудник Маркировка товаров И дополнительная услуга В журовках появится новая строка О чем речь? Кодекс чести прокурор Могилевской области Провел выездное совещание в Бавруйске Разговор традиционный В центре внимания военнослужащие Как отметил Александр Чадюк В 2020-м армейцы переступили черту закона Восемь раз Пять из них по общеуголовным статьям То есть правонарушения совершены вне службы Это хулиганство Остальные воинские преступления К слову, Могилевский регион По этому показателю лучше в стране Преступления, которые совершаются военнослужащими Это нонсенс Их быть не должно И сегодня Мы, обсудив эти вопросы Примем решение Над которым будем работать вместе Я думаю, что у нас получится В этом году Преступлений И проступков Опять же Различных Совершенных военнослужащими Будет меньше Что касаемо неуставных взаимоотношений То в прошлом году Не было зафиксировано Ни одного прецедента Также на совещании Обсудили патриотическое воспитание молодежи По словам прокурора Сегодня эта тема Как никогда актуальна Новая строка Один дома И майская ненасть Оранжевый уровень опасности Объявлен в Беларуси Из-за сильного ветра Что будет дальше? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В жировках белорусов Появится новая строка За расходы За управление Общим имуществом Совместного дома владения Это помещение Конструкции Оборудования Которые находятся За пределами квартир То есть в подвале Подъезде На чердаке Дворовой территории Стоимость новой услуги Будет зависеть От площади квартиры Так же Как и плата За техобслуживание Многодетным родителям Могут сократить Рабочий день Им планируется Предоставить Право выбора Либо один дополнительный Выходной в месяц Либо сокращенный На час график Также предложено Расширить Возможности Дистанционки Законодательно Ее закрепили В прошлом году Учли последствия Пандемии Теперь решено Подойти к занятости Еще более гибко В стране Скорректирован Порядок Маркировки Товаров Соответствующий Документ Принят правительством Сейчас К примеру На одну продукцию Наносится Голографическая Наклейка А на другую Название товара С 8 июля Код маркировки Будет единым Что приведет К снижению стоимости Изготовления контрольных Знаков В Беларуси Началась акция МЧС Приуроченная К Международному Дню Семьи И Дню Защиты Детей В ее рамках Сотрудники Министерства Чрезвычайных Ситуаций Расскажут родителям Почему малышам Нельзя оставаться Дома одним И как не стать Жертвами собственных ошибок Короблятия пройдут В 4 этапа Акция продлится До 1 июня Оранжевый уровень Опасности Объявлен в Беларуси Из-за сильного ветра И на вторник Порывы будут достигать 27 метров в секунду Завтра в стране Снова будет дождливо Температура воздуха Ночью составит От нуля до плюс 5 Днем 7-13 градусов МЧС предупреждает Могут происходить Обрывы линий связи И электропередач Отключение В населенных пунктах Электрических подстанций Электроэнергии К слову Дождливая погода Сохранится до конца недели Минздрав в Беларуси Обновил статистику По COVID-19 За минувшие сутки В стране зафиксировано 834 пациента С положительным тестом На коронавирус Всего с начала пандемии Заразились 361 897 человек Свыше 75 тысяч белорусов Прошли полный курс Вакцинации от COVID-19 Первую дозу препарата Получили более 200 тысяч пациентов Как сообщает Минздрав Случаев осложнений Не установлено Поствакцинальные реакции Регистрируются примерно У 10% привитых Может возникать головная боль Участливо наблюдается Повышение температуры тела Возможны болезненность И уплотнение В месте введения Антиковидного препарата Никто не забыт Ничто не забыто Бобруйц готовится К празднованию Дня Победы В программе Концерты Флешмоб Вело и автопробеги Кинотеатр под открытым небом И праздничный салют Что еще ожидает горожан И где можно примерить Форму Красной Армии Знает Карина Гуревич Учить историю по книгам Бывает непросто Клонит сон Много сложных дат и имен Но совсем другое дело Испробовать все на себе Военно-исторический клуб Бобруйский рубеж Организовал выставку Формы одежды И снаряжение Красной Армии В разные периоды Ее существования Также в экспозиции Можно увидеть фляжку Под сумки И даже коктейль Молотова Больше половины экспонатов Подлинники Которые собирались По всем уголкам Беларуси Целью нашего выставки И действия Нашей деятельности Это патриотическое воспитание молодежи Мы рассказываем О героических подвигах И исторических событиях Это как раз воспитывает молодежь Они гордятся прошлым Создать атмосферу погружения в прошлое Помогает созданный антураж Экскурсоводы в форме И развернутые походные военные палатки У гостей выставки Также есть возможность Подержать в руках Настоящее оружие И даже пострелять по мишеням Здесь и тематическая фотозона И фрагменты из далекого 41-го Оперативная группа В районе военно-транспортного училища Была замечена группа диверсантов Срочно принять меры Ликвидации противника Все это подготовка К масштабной реконструкции событий Великой Отечественной войны Которая пройдет 7 мая в 18 часов На территории Бобруйской крепости В ней примут участие Не только военно-исторический клуб Но и другие организации Для города, как и для всей страны Это памятный день Один из самых важных праздников в году Праздник самый лучший Мы вспоминаем своих родных Своих близких Что они отстояли Нашу свободу Родину нашу защитили Мы им очень благодарны за это Что для вас этот праздник? Ой, много сразу мыслей разных Ну, как сказать Конечно, это победа В Великой Отечественной войне И большое участие Советского Союза Во Второй мировой войне На плечи нашего народа Конечно, легла Легли очень большие тяготы Поэтому Поэтому это праздник Сейчас телеграм-каналы призывают Игнорировать праздник 9 мая Как вы к этому относитесь? С ума сошли Это дети маленькие Которые не понимали Не видели войны Это Такое чувство Это вы что? Нельзя даже в это поверить Что 9 мая нельзя праздновать Бобруйск Великую Победу Отпразднует масштабно 6 мая 18 часов Во Дворце искусств Пройдет концерт звезды Белорусской эстрады Руслан Олегнов Выступит совместно С ансамблем Вооруженных сил Беларуси Наследие А уже в субботу Состоится патриотический велопробег 9 мая Горожан ждет Насыщенная программа От полевой кухни И выставки военной техники До автопробега И флешмоба В 11.15 в городе Пройдет акция Беларусь помнит Главными действующими лицами Станут ветераны войны Почтить память героев Рассказать об их подвигах Своим детям И просто хорошо провести Время с семьей Такая возможность Есть у каждого бобруйчанина Карина Гуревич Дмитрий Шевцов Бобруйск 360 Встречаем май Городской парк Культуры и отдыха Распахнул свои двери Для бобруйчан В эти выходные День труда Открыли на малой сцене Творческие коллективы города Главные атрибуты Аттракционы Работают с 12 до 20 часов Цены вполне демократичные Детские билеты От 2 рублей 2,5 за веселые горки За автодром и орбиту 3 Сюрприз обойдется На 50 копеек больше Самые дорогие Летающая тарелка Калипсо и сальто 4 рубля с человека Для любителей Острых ощущений Квадроциклы Один круг 2,5 рубля А для тебя это первый раз? Нет, я уже сам катался И как тебе? Супер! В Бобруйском парке Каждый может найти себе Занятия по вкусу Аттракционы Детские площадки Сладкая вата И даже тир А для тех, кто устал от суеты Лесопарк Вайзона И озеро с живыми обитателями Это все и события К этой минуте Смотрите нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»